Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Владимир Борисов. Сегодня мы находимся в боевую ВВЦ, где через полчаса начнется презентация книги «Забытые и посвянослави». Готов вам представить автора поседникова Алексея. Алексей, вдруг словом, о чем эта книга? Как она появилась на свете? Эта книга вот о чем. Ну, само название, это редакционное название издательства. Изначально рукопись называлась «Забытые письмена восточноевропейского леса». Она, собственно говоря, не столько самих славяна, сколько до славянского населения Восточной Европы. Это расшифровка письменностей? Ни в коем случае. Дело в том, что она об альтернативных методах передачи информации, которые практикуют, собственно, письменность. Это не письменность, да. Это так называемая идеография и мнемоника. Эта книга основана на археологических находках? Да. Да. Значит, она основана на археологическом материале эпохи раннего железа. Это с 8 века до нашей эры, где-то примерно по 2-3 век нашей эры. Насколько я понимаю, находки еще не проанализированы? Нет, они исследованы, они в научной среде достаточно хорошо известны, но я попытался на них посмотреть с несколькой иной стороны. не занимаюсь интерпретацией, потому что это абсолютно бесполезное занятие. и, значит, так сказать, выводов о текстах, о содержании, конечно, нет, их быть не может. Они не могут быть прочитаны. Значит, моя задача была в том, чтобы поставить вопрос, а что мы понимаем, собственно говоря, под письмом? Обязательно ли это должна быть буква? Обязательно ли это должен быть перенесенный звук? Вот, значит, специалистам хорошо известно о том, что есть разные способы передачи информации. И наиболее архаичные из них как раз не передают звука, не передают, то есть не рисуют буквы. Вот, и в качестве примера я привел древнеирландское письмо Огам, которое не является звуковым письмом, по сути дела, и не является, по сути дела, алфавитом, а является довольно сложной мнемонической системой передач, которая, если бы не рукописи на латыни 14 века, так остался бы никогда не прочитан. Вот в качестве примера. Алексей, неудобные вопросы и противоречия называются часть первой. Для кого неудобные, какие противоречия двухсловок? Дело в том, что первая часть посвящена, так скажем, публицистической, так сказать, критике вопроса в уроническом письме западных словек. На самом деле сейчас ситуация настолько в корне изменилась, что даже этот уже устарел. Дело в том, что источники о, так скажем, о подленности, которые спорили в течение двухсот лет, они на самом деле существуют. Они являются частью музейных экспозиций Германии. Они просто ждут своего исследования. И, насколько мне известно, немецкие музейные работники не сомневаются в их подленности. Они просто ждут своего исследования. Поэтому сейчас некая такая ситуация между временем. То есть старое «нет» уже не работает, новое «да» еще пока не рассматривается. И, соответственно, новое «нет» может. Алексей, для какого читателя решения эта книга? Это статистическая книга, но в ней есть, я так понимаю, достаточно много научных терминов, при наушных каких-то факторах. Без них ободействоваться невозможно. В противном случае мне пришлось бы... То есть, ну, как бы, мне пришлось читателя вводить в круг новой терминологии по одной простой причине. Дело в том, что читатель должен представлять себе тот понятийный круг, в котором находится научный материал. Я хочу сказать, что ты сказал несколько слов нашим зрителям и своим читателям. Ну, своим читателям я хочу сказать только одно. Будьте критичнее к тому, что вы слышите. Пытайтесь сами осмыслить ту информацию, которую вы получаете. Доверяйте только тем авторитетам, которые признаны, так скажем, умными, думающими и авторитетными людьми. Благодарю, Алексей. Всего доброго. До новых встреч.